Здравствуйте! В нашем большом городе ведутся работы по замене магистрального газопровода. В связи с этим будет ограничено движение транспорта на трех участках дорог. Во-первых, начиная с сегодняшнего числа и до 21 июля на улице имени Полина Осипенко между Ковтихой и Лесной. Во-вторых, с завтрашнего дня закроют для движения перекресток Базовской и Карасунской. Запрет будет действовать до конца мая на участках между Чапаевой и Гоголя, а также между Карасунской и Костылева. Накануне городской единой дежурно-диспетчерской службой было получено экстренное предупреждение от главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. В нем шла речь об увеличении сброса воды в реку Кубань до 1100 кубометров в секунду и об ожидаемом резком подъеме уровня в нижнем течении реки. Причина – затяжные ливневые дожди, прошедшие по краю в мае. Как сообщили в городской ЕДДС, в настоящее время выставлены круглосуточные дополнительные посты наблюдения на дамбах и гидротехнических сооружениях, организованы круглосуточные дежурства служб жизнеобеспечения города и внутригородских кругов. Ситуация под контролем. В рамках всероссийской акции «Полиция на страже детства» 17 мая в нашем большом городе будет работать детский телефон доверия. Главным образом для подростков, сообщили в пресс-службе Главного управления БД России по Краснодарскому краю. Правоохранители ожидают, что позвонив, юноши и девушки смогут получить ответы на интересующие их вопросы и помощь от таких специалистов, как, например, психолог Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Детский телефон доверия будет работать в предстоящую субботу с 10 утра до 4 часов дня.